Зашел на экскурсию в стену Нижегородского Кремля, 5-2 километра. Информационная табличка с заходами в три башни на экскурсию. Это вот внутри Кремля, тут техника военная, экспозиция. Ну, а мне туда-вперед пойду, здесь посмотреть, что здесь снаружи происходит. Крышу тут реставрировали в 2018 году. И пол тоже новый. А стены мы местами тоже подремонтировали. Оп, отсюда, наверное, лучники стреляли или спищали и отстреливались через такую бойницу. Это плац-парад-площадь для торжеств и парадов. Это вот здесь, по всей видимости. Плодовая башня, начало 17-го века. Кинтовая лестница. Вот это что-нибудь непонятная штука тут. Крышу сюда пускают? Нет, закрыта. Замуровали дверь. Ну, вот она, снаружи эта башня. Зашел на экскурсию в одну из башен. План раскопок. Можно покопать, наверное. Плитки напольные раньше, какие делали. Из глины. Тарелочки. Тарелочки. Печать. Шапочка. Кстати, нужна работа. Золотые нити. Ну, что-то они очень золотые. Потускнули. А это фрагмент рубашки. А это посуда домашняя. Крестики. Иконочки. Подвески. И зеростопичные. Здесь на что. Фляжка какая-то. Крестик. Такая интересная лестница. Белый камень. Свод кирпичный. Сделан. Как умеют строить-то. Ага. Вот он. Из чего стреляли. Такая штуковина. Тут башня поворачивает. Дальше пошла к речке по наклонной. Крестик. Тут еще одна башня. Вход замуровали. Там внутри какие-то деревянные построечки. Поля детской площадки. Стена изнутри. А это вид на башню. И снаружи Кремля. А там река впереди. Тайницкая башня. А тут открыто. Надо сходить. Кстати, я смотрю крыши у них деревянные. Чисто доски. Быстро сгниет. Тут тоже лестница крутая. Вот вид на речку из башни. Тут вокруг башни тропинка идет. Кстати, вон травматчик стоит. На травматчике можно покататься. И вид на реку. Вон травматчик. Красота. Красота. А вот и башни такие. Так, тут рядом с башней. Вот она башня. Вид на реку. Что-то они тут ремонтируют. Был какая-то стена тут что-ли. Или подземный ход. Шла к речке туда вон. Наверное обвалилось все. Решили починить. Все, дальше идет стена вниз. А, это был этот. Кремлевский фунникулер. О, тут трамвай даже ходил. Ничего себе. Часовая башня закрыта. А, вот сюда фунникулер поднимался. Трамвайный. И дальше по Кремлю нами ходил. Все, друзья, здесь лестница идет вниз. Крутая очень. Ступеньки прям высокие такие. Из белого камня, кстати. О, видите крышка какая. Хоть бы накрыли чем. Тут гниет быстро. Кстати, кирпич здесь какой. Смотрите. Огромный какой кирпич. О, есть тут и лавочки можно посидеть. Кто устал, мусорки стоят. Не зря 500 рублей берут. В башнях даже электрическое отопление сделано. Заходишь, тепло. О, кирпич эти какой огромный. Современный поменьше будет. Это Ивановская башня. Здесь подъемный мост был. Вот с помощью вот этого вот. Вот этот мост и поднимали как-то. Ну, а тут уже выход из башни. Я туда не пойду. Мне дальше надо. По стене. Информационную табличку про крышу. Тут белая башня. Здесь. Вот и снаружи. Тут можно пройти по ступенькам. Кстати, вокруг. Церковь внутри. Такая белая красивая все. Это вот зубы у него были. Момонтов. Выставка башни. В общем, слоны. Подделки из кости. А это что такое? Жилище. В шкурах все. Первобытного бизона. Ничего себе. Размерчик. Хишники. Это носороги. Так, это кусок стены остался тут. От этой башни. Вот так вот стена раньше шла тут. Все, что от нее осталось. Лестница пошла наверх. Вот такие вот крутые ступеньки. Вид на улице. Пошел-ка я дальше. Откуда пришел. Здесь перховая башня. Но она закрыта. Все, иду на выход. Два километра я прошел. За 500 рублей. С посещением трех башен. В каком-то месте даже подустал. Где были лестницы высокие. Все, выход свободный. Он же вход. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...